Здравствуйте, друзья мои! Для многих наших современников Церковь ассоциируется с Кодексом Запретов. Церковь — это очень хмурые, чаще всего скучные, нудные люди, скорее всего, преклонного возраста, которые не могут себе сами позволить каких-то развлечений, и у них не хватает воображения на то, чтобы как-то нескучно, весело провести свою жизнь. И они всем другим навешивают ярлыки, запреты, проклятия и отравляют жизнь молодому поколению. Собственно, аргумент не новый. Еще замечательный во многих смыслах философ Фридрик Ницше говорил, что христианство рождается из эмоций, которые он называл «ресантима», то есть зависть, смертельная зависть слабых людишек к тем людям полнокровным, которые могут себе позволить, позволить жить на широкую ногу, которые могут дышать полной грудью, люди нормальные, адекватные, сильные, титаны настоящие, которые на голову выше всех остальных. И вот христианство, говорил Ницше в своем трактате «Антихристианин», это прибежище вот этих мелких людишек, которые научились отравлять жизнь адекватных, нормальных, зрелых, полноценных людей. Мы не будем оспоривать схемы, которые выстраивал Ницше. Это замечательный не только философ, но и литератор. И написано очень много книг на тему его творчества. Некоторые из книг, которые писал этот автор антихристианский, очень полезны считать их христианам, я считаю, в том числе, потому что аргументация, которой он пользовался, она во многом, знаете, интересна и даже правдива в каком-то смысле. То есть Ницше нам необходим для работы над ошибками. Работы над ошибками. И Церковь тоже ошибается. У нас тоже есть свои промахи в нашей церковной и церковно-общественной жизни. И вот один из них — это любовь к запретам. Ведь наши критики не на ровном месте, не из пустоты вдруг изъяли этот аргумент о том, что верующие люди так любят запрещать. Мы можем посмотреть последние сводки информационные, заголовки газеты, увидеть, что священники, верующие люди и даже церковно-общественные организации очень любят запрещать. И иногда даже берет некоторые опасения, меня лично, то, что влияние этих групп очень усиливается, и они становятся все более агрессивными. И думаю, что, может быть, действительно Господь обрек христианство быть малым стадом, чтобы оно не вытоптало, не дай Бог, всего того прекрасного, что есть даже в светской и мирской жизни. «Не бойся малого стада». Иногда хочется так переиначить слова Спасителя. «Не бойся малого стада». Но оно бывает очень опасно. И одна из ошибок, мне кажется, которая это малое стадо допускает, это как раз страсть какая-то, неутолимая страсть, увидеть где-нибудь врагов, обезвредить или хотя бы громко закричать. Вот в свое время ополчились против Валентиного дня, например. Или каждый год в конце октября в церковной среде нарастают или набирают обороты истерика против Хэллоуина. Сразу появляются статьи, заявления пресс-служб, даже целых епископов, которые говорят о том, что это сатанизм, это чуждый для нас праздник. Мы должны что-то делать, мы должны запретить или приковать себе наручниками. Или же, если там какой-то показывают фильм, мы должны, может быть, лечь перед входом в кинотеатр, лежать чучело режиссера и так далее. Но, друзья мои, этот аргумент о том, что вот этот чужой праздник или чужая культура, он работает в обе стороны, потому что если вы посмотрите, какие у нас праздники свои, останется один покров. Все остальные заимствованы или у греков, или у римлян, или еще у кого-нибудь. Даже имена у нас, исконно русские, не в ходу. У нас все достаточно плотно заимствовано. И, может быть, этим объясняется даже комплекс какой-то неполноценности перед Западом или Востоком, или кем-нибудь еще, или перед Византией, или перед католическим миром, или перед Америкой. Но это отдельный разговор, конечно же, отдельная тема. Но, например, праздник Хэллоуин — это не более чем коммерческий проект. Сатанизмы там ровно столько, сколько в стакане молока. Можно, конечно, там что-то и в стакане молока обнаружить, даже в форме стакана или же в цвете молока, который, может быть, враждебен или недостаточно благочестив. Но дело в том, что праздник всех святых или в других странах поминовения усопших — это праздник, который имел какие-то христианские корни, влияние, может быть, кельтских традиций. Но он просто коммерцизировался. И сейчас это продаваемый бренд. И когда мы начинаем гневно выпиять относительно этого праздника, тыкать пальцем или приковывать себя наручниками к кинотеатрам, мы мало того, что выставляем себе посмешищем, но мы еще работаем как реклама этого проекта коммерческого. Мы рекламируем фильмы, которые показывают, и нам они притят, или оперы, или же какие-то целые маркетинговые шаги, которые уже настроены на то, чтобы спровоцировать голос церкви, тем самым подогреть скандальную известность или цитируемость того или иного продукта. Есть замечательный ирландский фильм «Отец Тед». Это сериал 80-х годов, снятый о жизни католических священников в маленьком ирландском селе. Комедийный сериал, сделанный с любовью, со смехом. И, мне кажется, его снимали верующие люди, которые умеют над собой посмеяться. Его очень полезно посмотреть православным. Священникам ли, тем лидерам мнений, которые любят у нас запрещать, ругаться и так далее. Один из сюжетов сериала посвящен тому, что епископ дает священнику указание в знак солидарности приковать себя наручниками у входа в кинотеатр местный, деревенский, в котором будут показывать какую-то богомерзкую картину. И вот священник вместе с своим помощником, молодым священником, приковывают себя ко входу в кинотеатр, делают какой-то плакатик, где возмущены показом этого фильма. И они видят, с сожалению, что жители острова, жители этой деревушки, они идут в кинотеатр и все-таки, вопреки заявлениям священника, смотрят этот фильм. Заканчивается картина тем, что владелец кинотеатра подходит к этим двум священникам и дают им пачку денег. С благодарностью говорит, что мой кинотеатр был на грани банкротства, я уже собирался его закрыть, но вы своей акцией привлекли столько посетителей, что я теперь могу спокойно жить, да, спокойно заказывать следующие фильмы. У католиков нашлись силы и чувства юмора сделать работу над ошибками. Они увидели, что их просто используют в коммерческих целях, их протестный ресурс. Конечно, церковь протестует, и она будет протестовать против жутких вещей, которые происходят. Вот, например, борьба с абортами — это то, что для церкви является священной войной, если хотите, потому что это борьба за жизнь живых конкретных людей. Но перед тем, как что-то запрещать или гневно возвышать голос, нужно, может быть, остановиться, помолиться и включить здравый смысл и подумать, не используют ли меня сейчас? Как я буду выглядеть, когда выйду с этим плакатиком и прикую себя наручниками ко входу в кинотеатр? Как будут выглядеть вообще верующие люди в моем лице? Просто как клоуны в рясах и в крестах. Я буду работать бесплатно на рекламную кампанию того или иного фильма? Балеты, рок-оперы? Или же просто буду заниматься своим делом? Говорить о Христе и таким образом воспитывать вкус своих слушателей и свой собственный, чтобы при мне даже ни у кого и не появилось намерение говорить так о церкви или же какие-то пошлости, снимать, рекламировать и говорить. Потому что нравственный авторитет — это не то, что можно, знаете, показать, выявить или просчитать. Он где-то глубоко внутри. Это какая-то такая последняя предельная порядочность. Мы знаем, что были такие люди, и сейчас есть, при которых стесняются говорить пошлости, сальности. При нас не стесняются. Потому что проблема не только совне, в тех людях, которые все это устраивают, но и в нас самих. Потому что мы какие-то фальшивые, мы какие-то ненастоящие. И громкими криками, запретами, проклятиями это дело не исправишь, но только внутренней жизнью по Евангелию можно справиться с этой проблемой, с постоянным пристоянием перед ликом Христом, которое меняет очень сильно, не только внутреннюю жизнь человека, но даже его собственное лицо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова